Этот праздник мы с детства считаем самым волшебным в канун Нового года, загадываем желания и верим в чудо. А ведь чудеса бывают разными. Некоторые мы и вовсе можем творить сами. Сейчас, в дни рождественского поста, самое время подумать о тех, кто верит в добро, надеется на Божью помощь, помощь святых угодников и нашу с вами. Стать благотворителем можно, присоединившись к традиционной рождественской акции Николин Дар. Акция направлена на помощь детям, нуждающихся в рождественских подарках. Рождественские подарки очень разные, о которых просят дети. Это от самых необходимых вещей, которые им нужны просто для жизни. Конечно же, какие-то чудесные игрушки, подарки, которые они с радостью ждут. По словам нашего епископа Ахтубинского и Натайского Антония, К сожалению, за последние столетия люди потеряли возможность делать другим добро, потеряли понятие благотворительности. Господь нам всем от рождения дал прекрасный дар любви, дар творить благое дело. И мы предоставляем всем эту возможность. Письма, которые висят на этой елочке, на елочке, которая у нас расположена в центре храма, ждут своих чудотворцев. Достаточно прийти к нам сюда, в собор, помолиться обязательно, потому что каждая просьба – это определенное откровение Божие. С этим, конечно, нужно именно с молитвой подходить, потому что очень много отликов из прошлого года, что действительно люди, которые брали письмо и выполняли просьбу, им это было в такую большую радость. На каждом конверте есть контактный телефон сестры Милосердия, который курирует этот конвертик. После этого вы открываете конвертик, читаете просьбу ребенка, оцениваете свои возможности, сможете ли выполнить просьбу или не сможете. Не спешите вешать обратно конвертик, спрашивайте у родных, у близких. Это чудо можно сотворить сообща. Есть благотворители с Москвы, с Волгограда, с Волжского. То есть люди, которые хотят действительно помочь, они находят эту возможность. То есть просто нужно захотеть. И денежка найдется, и вы найдете, где это купить, и как это купить. Это просто нужно желание. И вот этот дар, который дал всем Господь, дар любви, дар творить благие, хорошие, добрые дела, просто нужно вспомнить о нем и открыть себе эту возможность. Большинство подарков будут вручены 7 января. После детской литургии, которая у нас будет 7 января, будут вручены. Остальные подарки, потому что у нас очень много просителей по всей Тубинской епархии. Это разные села, которые отдаленные и близко лежащие. Им уже мы будем доставлять в определенные дни, когда будут там литургии, когда, например, владыка сам сможет туда поехать и подарить эти подарки.